Добрый вечер, в эфире новости на Саха-24 в студии Павел Танин. Еще один многоквартирный дом в Бердегистяхе подключили к отоплению. Всего тепло уже получают 94 жителя. Восстановительные работы идут согласно графику. Все предприятия также подключены к теплу. Всего на восстановительных работах задействовано около 100 человек. Прибыло подкрепление из других районов республики. В поселке налажена работа по оповещению населения. Созданы общественные комиссии из числа пострадавших жителей, которые контролируют ход восстановительных работ. Общественная палата доказала свою эффективность. Об этом сегодня сообщил руководитель региона Егор Борисов на встрече с членами общественной палаты республики. По словам Борисова, изначально общественную палату создавали как инструмент развития общества. Именно здесь можно услышать самые разные точки зрения, подходы. Руководитель региона отметил, что самое главное, благодаря созданию палаты, население и власть стали лучше понимать друг друга. В прошлом году общественная палата провела больше 100 публичных мероприятий. И некоторые объемные вопросы 2017 года палата продолжит рассматривать в этом году. А еще одно крупное мероприятие гражданский форум решено провести зонально. Такой формат позволит обеспечить наиболее широкое участие общественников и активных граждан. Якутия поставила очередной рекорд по вводу нового жилья. Минстрой республики подвел окончательные итоги за прошлый год. Из запланированных 620 тысяч квадратных метров жилья ввели больше 630 тысяч. Превалирующая часть строительства прошла в столице республики. Кто еще стал лидером в этом рейтинге, расскажет Серглана Захарова. 634 тысячи 600 квадратных метров жилья построили в Якутии за 2017 год. Это еще один рекордный показатель для республики. Отметим, что в начале 2016 года Егор Борисов поставил цель построить небывалые для региона 600 тысяч квадратных метров жилья за один год. Строители не подвели и по итогам 12 месяцев вышли на рекорд 605 тысяч. На 17-й планку повысили до 620 тысяч и снова цель достигнута. Практически во всех муниципальных образованиях осуществлялось строительство жилья. Более половины от этой общей площади новостроек в республике приходится на город Якутск. Здесь у нас 331 тысяча квадратных метров введено жилого фонда. Если говорить о районах-лидерах по республике, то в этом рейтинге первую строчку занял Нерюнгринский район. Там построили больше 38,5 тысяч квадратных метров жилья. Это почти в два раза больше показателей второго лидера Мегина-Кангаласского района. Примечательно, что здесь из 19,5 тысяч больше 11 тысяч приходится на частный сектор. Немногим меньше построили в Ленском и Черопчинском районах. Стоит отметить, что в этом году активное строительство велось и в арктической группе. В общей сложности в 11 районах возвели и сдали в эксплуатацию около 25 тысяч квадратных метров жилья. Здесь надо обозначить, что начали строить на квартирные жилые дома. Поскольку это в основном за счет только программы переселения и программы детей-сирот. Семья Лукомских уже успела обжиться в новой квартире. Дети чувствуют себя хорошо и радуют родителей. Квартиру семья получила по программе обеспечения жильем детей-сирот. Новоселье справили как раз под Новый год. Прямо перед Новым годом заселились, чтобы отметить Новый год уже в своей квартире. Мы вообще очень рады, что такая программа есть, что действительно нам помогает. Новый год в новой квартире встретила и семейная пара Леоновых. Жилье они получили по программе переселения жителей из аварийных домов. Мы, конечно, очень рады, довольны, что мы успели попасть именно в такое тяжелое время. Насчет этого и полностью дом наш переселили. И вот оказались мы в этой квартире. Переложили все силы, чтобы тут было уютно и красиво. Объемы нового жилья, введенного по этой программе, составили почти одну треть общих показателей строительства за весь 2017 год. А если считать объемы введенного жилья за все пять лет, ее действия в стране, то они достигают почти 500 тысяч квадратных метров жилья. Саргалана Захарова, Олег Колесов, Василий Слепцов, НВК Сахай, Якутск, Нижний Бестях. Крупная авария случилась в минувших выходных на федеральной трассе Вилюй. Столкнулись автомобили Toyota Hays и Volvo. В результате 9 человек пострадало, трое погибли, трое находятся в Мирненской ЦРБ. Одна пассажирка помещена в хирургическое отделение Ленской больницы. Мать с ребенком обследуются в Якутске. Сегодня ночью мальчика 2013 года прооперировали. Операция прошла успешно. Они приехали в город Якутск и в субботу уже была проведена операция. Он находится сегодня в отделении травматологии, под контролем. Состояние у него соответствует тяжести перенесенной операции и в принципе он стабильный. Двухлетний ребенок попал в реанимацию в поселке Уснера Эмиконского района. Врач-педиатр поставила неверный диагноз и после лечения состояние малыша ухудшилось. Этот ребенок в течение двух недель действительно температурит. Состояние ребенка ухудшилось буквально в пятницу, что послужило поводом в том числе для такой активности со стороны родственников. Сами врачи выходили и консультировались с врачами нашего города Якутска, педиатрического центра, инфекционной больницы. И вчера вечером было принято нами решение о том, что мы его забираем сюда в специализированную клинику. Ребенок однозначно непростой. Он нуждается в дополнительном обследовании. Мы его планировали привезти обычным рейсом, но это рейс, который действительно со специалистами, с медицинским сопровождением, но на рейсовом самолете предполагали, потому что это было бы быстрее, чем, допустим, поднимать борт, санитарная авиация, погодные условия. Сегодня не позволили ребенка вывезти. Мы надеемся, что завтра он будет эвакуирован. Депутат Госдумы Федот Тумусов провел пресс-конференцию. На встрече он рассказал о своей депутатской деятельности и затронул несколько острых вопросов. Депутат поделился своим мнением о том, что является главной ошибкой в законопроекте о притравке собак. Также рассказал о двух законопроектах, которые изменят всю систему здравоохранения в России. Первое – запретить платную медицину в государственных лечебных учреждениях. Второе – упразднить медицинское страхование. Состояние 10-месячного ребенка, которого сбросили со второго этажа родной отец, по-прежнему остается крайне тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Напомним, инцидент произошел в селе Сунтар. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил со второго этажа 10-месячного сына. Серьезность многочисленных травм не позволяет транспортировать ребенка в Якутск. Что касается отца, обвиняемый заключен под стражу, в отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». На сегодняшний день поздороваемый задержан в порядке 91-92 Кодекса Российской Федерации. И в настоящее время решается вопрос о безбрании в отношении его мероприятия в виде заключения под стражу. Убийским жертвым следственным отделом Следственного управления Следственного комбинаторской федерации по республике Сахар-Якутия возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии. На сегодняшний день поздороваемый задержан в порядке 91-92 Кодекса Российской Федерации. И в настоящее время решается вопрос о безбрании в отношении его мероприятия в виде заключения под стражу. На данный момент по уголовному делу проводится необходимый ряд следственных действий. В том числе назначена судебная экспертиза в отношении ребенка, поздороваемого, а также комплексная психологопсихотерическая экспертиза в отношении поздороваемого. 9 тысяч человек в Якутии на минувшей неделе обратились в больницы с симптомами гриппа и ОРВИ. По данным Республиканского управления Роспотребнадзора превышение недельных эпидемических порогов регистрируют в четырех районах Амгинском, Анабарском, Нижнеколымском и Олегминском, а также в городе Якутске. Из числа заболевших ОРВИ более 85% приходится на детей до 14 лет. По данным ведомства, полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс в пяти школах республики и четырех детских садах. В Амгинском районе открыл свои двери бизнес-инкубатор. Строительство объекта началось в декабре 2016 года. На данный момент в Республике функционирует 16 таких центров. Амгинский стал 17-м по счету. В новом здании начнут и продолжат предпринимательскую деятельность пять бизнесменов района. В течение трех лет в бизнес-инкубаторе они будут иметь возможность получить бесплатную юридическую и бухгалтерскую помощь, а также льготу на аренду своих помещений. Кроме того, мы активно развиваем сеть школьных бизнес-инкубаторов. То есть в каждом УЛУСе, к каждому, скажем так, взрослому бизнес-инкубатору прикрепляется как минимум две школы, на базе которых будет развиваться молодежное предпринимательство среди школьников. Кроме того, активно развивается сеть студенческих бизнес-инкубаторов на базе среднеспециальных и высших учебных заведений. По итогам последних лет система бизнес-инкубирования, построенная в нашей республике, признана одной из эффективных систем на территории Российской Федерации. И внедрение вот таких стандартов деятельности бизнес-инкубаторов позволяет нам повысить выживаемость начинающих предпринимателей. На днях во всем мире отметили Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день отдают дань памяти жертвам геноцида еврейского народа. Резолюцию об этом 1 ноября 2005 года приняла Генеральная ассамблея ООН. И сегодня якутяне также почтили память жертв тех времен. Подробности далее. С 1933 по 1945 годы нацистской Германии было уничтожено 6 миллионов евреев. Это около трети всего еврейского населения мира. Сегодня якутяне почтили память погибших. Подобные мероприятия, как отметили организаторы акции, проходят ежегодно, и каждый раз форма проведения разная. Нынче мероприятия проходят в музыкальном колледже. Первый год именно полностью как историки рассказывали. Ну вот, мы слушали, да, смотрели фотографии, они как рассказывали историки. Потом думаем, как-то это, вот, ну, еще как-то расширить формат и изменить формат. И вот решили через художественное искусство, потому что очень много художников, которые занимаются этой тематикой. Давайте послушаем эту песню. Музыку выбрали не случайно. Использовали вокальный цикл народной поэзии евреев великого композитора Дмитрия Шостаковича. Как оказалось, музыка идеально подошла к формату мероприятия. Я думаю, что музыка, она помогает пережить именно в слуховом варианте те интонации, темы плача народа, который пережил эти вот самые страшные дни Холокоста и так далее. Участники мероприятия отмечают, подобные акции надо проводить ежегодно. И каждый раз аудиторию необходимо увеличивать. Вот эти мероприятия проводятся для того, чтобы люди помнили в первую очередь, чтобы никогда больше таких ужасов не повторилось, ни с одним из народов. Чтобы особенно молодое поколение поняло, что геноцид любого народа это преступление. Чтобы они никогда этого не повторили, ведь мир в их руках, в руках молодежи. Международный день памяти жертв Холокоста является не только данью памяти погибших и свидетельством уважения к тем, кто выжил. Это еще и призыв к действию. В частности, подобные акции помогают формировать культуру предупреждения, избавляться от предрассудков и поощряют мирное сосуществование и взаимовважение всех народов. Дмитрий Тымыров, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. Таковы главные новости к этому часу. А в 20.44 в информационной программе «Якутия» мы поговорим о главных событиях уходящего дня. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова